Всем привет! Это маленькое видео я записала спонтанно, потому что очень с вами хочу поделиться о том, что произошло на этой неделе в Нидерландах. Все событие началось в пятницу прошлую и до сих пор длится. И этот скандал побил рекорды обсуждаемости даже коронавируса и количества возрастающих больных. Итак, значит, у меня в руках газета. В общем, мы сегодня поговорим о том, что пишут в голландских газетах. Вернее, об одной новости. У меня в руках газета. Мы видим на обложке дворец Королевский. Машина въезжает ко дворцу. Легкий туман. Кстати, туманы очень распространены в Нидерландах очень часто. И на обложке мы видим название корона, вакансии... Ой, господи, корона отпуска Королевский закончился. А что же все-таки произошло? Итак, наш король в прошлую пятницу днем провел последнюю конференцию и отправился на каникулы в Грецию. Он не терял ни минуты. У него была встреча с послом из Казахстана. Он, значит, с ним пообедал, поболтал, кофе попил. Я там не знаю. Ну, так написано, что он провел с ним последнюю аудиенцию, встречу. И быстренько запрыгнул в свой мини-бус, мини-автобус, где виднелись чемоданы и серв-доска. Значит, он со своей... Отполетел он в Грецию, в Афины, да, по-моему, со своей женой, с тремя дочерьми, там еще с какими-то людьми на самолете, который купили в этом году или в прошлом году. И стоимость самолета 90 миллионов евро. Этим самолетом пользуется король и его семья. Он сам этот самолет пилотирует. И также пользуются всем главы государства. То есть это не совсем прям личный, но вот деньги выделены на то, чтобы король на нем тоже передвигался. И он как бы делится этим самолетом с президентом и с другими важными людьми. Далее, это тоже одна из тем, которые обсуждают люди, обсуждают СМИ, как бы какого такой дорогой самолет в такое тяжелое время. Далее, значит, каждое воскресенье, как написано здесь, вообще статья очень тяжелая. Ну, мне тяжело, потому что там очень многие такие тяжелые слова. И пол статьи я перевела со своим репетитором по голландскому, пол статьи уже сама. Ну, суть проблемы я вам расскажу. Потому что каждый день появляется что-то новенькое. Вчера это и не было новостью. Сегодня она уже там, скандал уже развился по-другому. Итак, значит, наш король вылетел, в пятницу вылетел, по-моему, да, в пятницу он вылетел днем. В субботу проходят пресс-конференции, на которых онлайн, не пресс-конференции, а такие общения с журналистами, министра президента. Но в этот раз он не мог выступить, потому что он был в Европарламенте по каким-то делам. И за него отвечал на вопросы другой министра. И кто-то из коалиции спросил из журналистов или из других партий, а где король? Потому что буквально на днях король должен был предоставить декларацию о налогах или растратах. И вот этот человек, который замечал президента, сказал, а я не знаю. Если у вас есть какие-то вопросы, где король и чем он занимается, это вообще-то не мои дела. Спрашивайте вот этого человека. Начали переводиться стрелочки. И тогда кто-то из журналюк, из коалиции вырыкался в эфир и сказал, черт побери, как это, что вы не знаете, где король? В воскресенье наш министр-президент был уже дома в Нидерландах. Он вышел из своего дома в спортивной кофточке, в джинсиках, на велосипеде еле. Тут к нему подбегают куча журналистов и начинают его спрашивать. Дорогой министр-президент, а вы знаете, что король-то улетел в отпуск? Вы об этом знали или нет в такое тяжелое время, когда вы каждый день практически выступаете и пытаетесь уберечь людей и упросить людей, чтобы они не разъезжались, не ездили в отпуске, сидели дома. А король-то у нас поехал отдыхать второй раз за год в отпуск в такое тяжелое время. На что президент, конечно, обалдел. И он сразу сообразил и стал выгораживать короля. Он стал говорить, я вот не так ему объяснил, это моя ошибка, я должен был его остановить, я не понял всю сложность ситуации и так далее. В общем, он стал его угораживать. Сейчас я вам покажу разворот. Разворот, прям насколько об этом обсуждают ЗМИ. Вот целый разворот посвящен этому. Здесь фотография короля, который едет... А, ну и в общем, король-то я не дорассказала. Ну и тут же сразу вообще СМИ, люди, куча комментариев в интернете. Где этот король? Почему он куда-то поехал? Это некрасиво. Значит, мы должны все сидеть дома, носить маски, никуда не ездить. Бедные медработники работают, потому что у нас где-то по 8 тысяч зараженных в день. Значит, все это работают. Там болеют. А король уехал в отпуск. И, то есть, король приземлился в Грецию, в свою виллу. И ему сказали, собирай-ка свои чемоданчики и лети обратно. В общем, он полетел обратно со своей супругой и с одной дочерью. Потому что для другой дочери не хватило места в самолете. Потому что этот самолет еще, по-моему, туда нагрузили еще обычных пассажиров. Да, и ей даже не хватило места. Не в ВИП-классе, но в обычных для простых смертных. Как мы с вами. Ну, в общем, везде. Значит, король вернулся. Значит, ладно, то, что он вернулся, уехал. Но СМИ стала обсуждать, какого фига этот король едет недовольный в своей машине, да еще и без маски. В общем, такая веселуха у нас происходит. Просто если вы начнете смотреть новости, там везде про это обсуждают. Но, вот получается, где-то в воскресенье, понедельник, вторник, никто не давал ответа из королевской пресс-секретарии. Никто не отвечал, никак не комментировал эту ситуацию. И вот вчера, сегодня четверг, в пятницу я выпускаю это видео. Вчера, в среду, король записал такое вот видео, где он сидит. Посмотрите на лицо его жены, они такие сидят, значит, и говорят, да, вот мы поехали в Грецию, это вызвало много негодований у людей, в такое тяжелое время мы поехали, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, мы больше так делать не будем, давайте поддерживать друг друга. Конечно, хотя бы спасибо ему большое, что он извинился и признал это, потому что это дорогого стоит. Но вся эта ситуация показывает на самом деле, как глубоко этому самому королю на все правила плевать. И тут хочется вставить песенку «Всё могут короли, ахахаха-ха-ха-ха». Как ему, грубо говоря, плевать, и какая это всё игра на публику, когда вот у него день рождения, он куда-то приезжает, там всем руки тянет, улыбается, машет ручкой. И когда случилась реальная беда, и надо быть солидарными с людьми, с медработниками, и быть примером всей стране, и вот он так берёт и поступает. То есть корона как-то показала, кто есть кто на самом деле. Но в тот же момент, когда он извинился, это тоже дорогого стоит. Ну, он как бы сделал этот жест, он записал это видео, но по-другому не могло бы быть. Есть несколько конспирологических мнений, что это допустили, потому что это кому-то выгодно, чтобы немножко подшатнуть, как-то сказать, подшатнуть стабильность короля, либо отвести от чего-нибудь другого внимания. Но лично мне кажется, это такая ситуация, которая реально произошла спонтанно. И я уверена, что президент нынешний Марк Рутте, который министр-президент Нидерландов, он не глупый мужчина. Он ему всё-таки, наверное, говорил, что не надо ехать, но тот всё-таки как-то поехал. Потому что король на самом деле большие какие-то вещи всегда должен обсуждать с президентом. И вот такая вот у них получилась несостыковочка, вот такая новость недели. Не знаю, интересно вам или нет, но это прикол. Ну вот это прикол. Я живу здесь 4 года, пошёл пятый год, но я всё не могу принять, то, что здесь живёт король со своей королевой, с тремя детьми. И тут вот он выкинул такую настоящую, королевскую, такой королевский поступок. Он взял на всех, плюнул и улетел отдыхать в Грецию на своей вилле. Но не тут-то было. Не тут-то было. Короче, напрашивается, что богатые тоже плачут, или не всё коту масленица. В общем, ребята, вот такой вам лёгкий видос в пятницу с утра из нашего голландского королевства. Всё, пока-пока.